Наряжать ёлку к праздникам – целый ритуал, а сделать это на скорость и вовсе задача со звёздочкой. Ребята должны были по очереди вешать на неё игрушки, а затем снимать. Попробовать себе участники могли и в хоккей, вот только вместо шайбы юным спортсменам предложили кубики. Было много различных станций, и одна из них, которая понравилась мне больше всего – это сапоги-скороходы. Нужно с помощью этих сапогов преодолевать препятствия, ну и, конечно же, пинать мячик. Тем не менее, были и другие интересные станции, например, это кидание большого мяча в кольцо, это перетягивание тяги и многое-многое другое. Начали праздник с весёлого хоровода, в котором с ребятами кружились Дед Мороз, Снегурочка и Снеговички, а затем провели небольшую викторину. За каждый правильный ответ можно было получить сладкий приз. Для тех, кто замёрз или просто захотел размяться, провели танцевальный фитнес на снегу. Не обошлось и без силовых упражнений. В армрестлинге решили себя попробовать и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Упорной борьбы за победу в таких состязаниях не было, все играли для души. После новогодних праздников мы снова просыпаемся, выходим во дворы, выходим на площадки для того, чтобы поиграть и зарядиться бодростью и хорошим настроением. Сегодня Центр внешкольной работы подготовил для горожан спортивный праздник в рамках декады спорта, который проходит в январе, с 1 по 10 января в Нижегородской области. И сегодня будет фестиваль спортивных зимних игр. Площадку отвели и для любителей футбола. Гости праздника, несмотря на мороз, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24.